Всем привет! Я, честно говоря, думала не снимать эту тему, потому что ее все обсосали, пообсуждали. Это очень уже многим надоело, у всех это на слуху. Но, тем не менее, смотря на как эта ситуация развивается, мне показалось, что это очень нужно все-таки пообсуждать нам с вами в комментариях, обсудить эту тему. Потому что эта тема очень часто всплывает у меня на канале, но по каким-то другим поводам. И сегодня мы поговорим о скандале, который связан с Региной Тодоренко. И минутка рекламы у меня на канале. Ну, как реклама, я эту девушку постоянно вам рекомендую. И сегодня опять хочу вам порекомендовать канал Ани, Анна БСО из Анкары. Я Аню смотрю, наверное, уже 5 лет она ведет свой блог. С самого начала. Я одна из числа ее первых, наверное, сотен подписчиков, когда я искала какую-то информацию о Турции в интернете. И вот нашла Аню. Мы с ней очень быстро сразу вступили в переписку. В комментарии-то очень добрый, светлый, открытый, безобидный человек. Что очень на просторах интернета важно. Я вам всегда рекомендую ее канал, потому что вот от души мне хочется, чтобы Ани было все больше и больше подписчиков. Потому что она этого абсолютно достойна. Кстати, она еще ведет свою инстаграм-страничку, там еще даже более активно. Там еще каждый день новые посты, какие-то истории она рассказывает. И у нее, знаете, все сводится не только к жизни в Турции и таким общим, то, что уже все рассказано и пересказано. У Ани прекрасные отношения с свекровью. Она много постит всяких рецептов, видео со своей свекровью, как она ходит там на базар, что-то покупает. При этом вот рассказывая про Турцию, про взаимоотношения, про культуру. Они даже внешне похожи со свекровью. Их иногда говорят, что это мама и дочка, потому что Сокровь тоже блондинка, как и она. В общем, у нее муж, и она пошла в такую типичную, светскую, культурную, приятную, уважающую друг друга семью, семью турецкую. Плюс еще Аня, в принципе, делится всякими секретиками красоты, как она за волосами, за косметикой, вот эти всем ухаживает, о себе рассказывает. О красоте турчанок она рассказывает, чем они пользуются, что-то такие, таинства, короче говоря, можно так это назвать. И вот недавно, к чему, собственно, я провожу, я просто зависла несколько дней на всех видео, которые она уже успела отснять. Я хочу пригласить подписаться на Аню, посмотреть ее канал. Она показала своего мужа. Муж у нее профессиональный спортсмен, он тренер. У нее очень красивый, симпатичный, красиво сложенный муж. Они, в принципе, оба ппшники на правильном питании. А сейчас у нас, знаете, в период такой нелегкий, все сидим дома и кушаем, 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 с Аней очень можно хорошо начать худеть. Потому что у них, в принципе, на канале есть видеотренировок с мужем, как можно в домашних условиях заниматься, при этом используя минимум какого-то оборудования, подручные средства из-за разряда бутылки с водой, полотенца, когда там ни гантелей, ничего у вас нет. Главное, чтобы было ваше желание. Плюс муж у нее говорит по-русски. Там не надо читать каких-то субтитров, можно понимать, что он говорит. Но иногда с ошибками-то очень, кстати, прикольно послушать, когда иностранец говорит на твоем языке. Меня это забавляет. Меня заставляет это улыбнуться. И вот сейчас Аня многое что-то сладкое кушает, много себе на карантине позволяет. Но у нее в планах она будет снимать, насколько я поняла, видео, когда откроют спортивные клубы, тренировки с ее мужем. Он будет тоже до замеры и за вес, что происходит в ее организме. И после, то есть будет процесс тренировок, вы можете после карантина начать вместе с Аней, ее профессиональным мужем-спортсменом худеть и приводить в себя в порядок свое тело. Так что я вам советую зайти посмотреть. Кто любит вообще, в принципе, интересуется жизнью в Турции, кому интересно посмотреть, как Тура говорит на русском языке, взаимоотношения ее с свекровью, с семьей и с мужем. Все это там показано. Кто любит вообще такое семейное, турецким налетом, пожалуйста, Каня на канал. Мне вообще не грех вам ее посоветовать, потому что я ее много-много лет смотрю. И меня вообще она никогда не разочаровывает. И так как у нее подъехал новый интересный контент с ее мужем, я советую вам тоже посмотреть. Ну, по крайней мере, это будет интересно, забавно и можно занять свое время, находясь на карантине. Так что на Аню ссылочка на ее инстаграм, тоже подпишитесь. И на ее ютуб, потому что в инстаграме она очень активно тоже все это ведет, рассказывает. Подписывайтесь, посмотрите, я думаю, вам понравится. Давайте сначала просто Регину немножко скажу. Мое личное отношение к ней нейтральное, немножко может быть негативное. Я просто не нейтрально-позитивно. Она меня не интересует как персонаж, потому что от нее складывается ощущение человека, старающегося быть хорошим, правильным образе, таким положительным. Всегда она обтекаема, как ты говоришь, чтобы тех не задеть всех. Она хочет быть хорошей для всех. А так не бывает, естественно. И мне кажется, лично у меня создается ощущение, как от образа медийной личности, Регина Тодоренко, что этот человек либо доуличный, либо просто скрывает то, что он думает на самом деле всегда. И от этого какое-то ощущение нечестности. И, знаете, такое, по вершкам, по вершкам, какого-то образа, ну, в общем, нечестного. Но не в плане она обманывает, а просто видно, что человек себя держивает очень часто. Это не везде заметно. Я в этом убедилась после интервью ее с Собчакой, как за медийной личностью. Я за ней вообще никогда особо не следила. Она меня вообще перестала интересовать. И, как бы, вообще, если что, какие-то новости, я их прохожу мимо, мне человек неинтересен. В нем, потому что лично я, в честности, никакой не вижу. Что, собственно, произошло, кто не в курсе? Ну, многие в курсе, но я вкратце немножко расскажу. Был прямой эфир в Инстаграме. Регина Тодоренко в нем участвовала со своим мужем Владом Топаловым. Напомню, что у них есть маленький ребенок, которому там где-то годик уже. И зашла тема домашнего насилия. И она, скажем так, ну, по глупости своей, забыла вот эту стоп-словую точку. Она показала себя такой, какая она есть, потому что видно, заметно. Я вот, скажем так, психоанализ, если проводить вот то, что она рассказывала, ее эмоции, ее физиогномика, как она реагирует, ее жесты, привлечение к этой теме внимания, оно очень эмоционально. Она, в принципе, эмоциональна, но эту тему видно было по глазам, что человек не врет. Как она иногда очень любит как-то мягко на кошачьих лапках сходить острых тем. Она очень активно начала об этом рассказывать и высказалась нелестно в том, что если вкратце брать, что жертвы домашнего насилия, женщины сами виноваты, что ты сделала для того, чтобы муж тебя не бил. Ну, в общем, если бьет, значит, и женщина сама в этом виновата. Маслица в огонь подлил рядом сидящий ее муж, который тему продолжил. Опять же, тоже о своем больном. Он высказался в том ключе, что вот, знаменитые медийные женщины в разводе пользуются и хайпят. Я с ним согласна, он сказал правду, но он назвал имена. Это Оля Бузова, Рита Дакота. В общем, они разводились, и за счет мужей выстреливали. Это абсолютно правда. Я как бы солидарна с этим. Он говорит правду, он не придумывает. Я тоже не вижу, что это как бы хорошо так вот выносить публично ссоры за збы, на нем потом делать деньги. Это не очень. Но он это рассказывал тоже эмоционально. Видимо, он друг бывших мужа этих девушек. И имена называть как бы публично это некрасиво. В общем, эта тема была очень интересна двум этим персонам. Они очень эмоционально показали свои истинные лица, как они, собственно, реагировали на это, обсуждали это, высказывали свое какое-то некорректное мнение. Я считаю, что человек, да, имеет право на свое мнение, но иногда просто надо помолчать, его не высказывать. Учитывая, что просто образ Ирины, вот в чем проблема, да, был всегда другим. А здесь она показала себя с другой стороны, той, какая она есть на самом деле, собственно, в том, что я ее всегда и подозревала, это чувствовала в какой-то фальш от нее. Но спустя день вроде бы она снова вышла в прямой эфир, как бы на интервью, попытавшись оправдаться, объяснить свою точку зрения. Вот честно, во всей ее фразе в первом интервью супер ужасного там, такого страшного нет, но отдельные именно слова задели женщины, людей за больной неправильной. Но в общем мысль-то, которую она хотела донести, это у многих в головах, там не супер что-то криминальное. Второй раз она начала оправдываться и сделала еще хуже, подлила масло в огонь. Там вообще проследовала тема о том, что таких ужасных мужиков воспитываем мы с вами женщины. Напомню, что у нее сын, мальчик, и она собственно воспитывает тоже мальчика. Я это сама в принципе в видео озвучу. Но как, какими опять же это словами было сказано, это добавило еще масло в огонь хейта. Просто на нее еще больше люди накинулись. И началась травля в интернете. Ей еще тут не писали. Там можете зайти и посещать комментарии, чтобы ты сдохла, чтобы тебе руки отрубили, чтобы Влад тебе дал там по морде за то, что там ты потеряла контракт, и ты же семью садишь. Всяко-разно люди просто спустили вот этот весь свой негатив на нее, который у них копился. Это просто ужас. Очень сильно хейтит ее. На следующий день, опять где-то через день, она записала извинения, вся такая поникшей головой. Я признаю, я не права, без макияжа. Но видно честно, что она не признана, она не права. Она боится вот этого хейта, что с ней происходит. Она теряет контракт и деньги, сейчас об этом расскажу. И, собственно, она пришла, признает, что она была не права, но к своим взгляду видно, что человек не изменил. Пытается опять же в этом оправдании объяснить свою позицию до конца. То есть от позиции своей она не отступается. Это не помогло. Ее как дальше вообще в хост и в гриллу, так дальше все это и идет, эта история. От нее отказать. Вот это вот самое главное последствие. Первое. Компания Pampers, она рекламировала с ребенком Pampers. Они, типа, делают ее в игры, но контракт еще не разорвали. Знаменитая марка Sock, вроде там G7, да, разорвали контракт. Это PepsiCo. Затем журналы Glamour. Забрали у нее номинацию «Женщина года». И, естественно, новые рекламодатели к ней не пойдут из-за ее плохого образа такого в ближайшие полгода. Точно, пока эта вся тема не заляжется конкретно. Это будет телом обсуждаться еще. На ней прямо такое клеймо. И в будущем для ее работы это будет клеймо однозначно. Я в плане рекламы, зарабатывания денег. Она себе испортила репутацию. Потому что публичные, медийные личности, зарабатывающие на контрактах на рекламе, не на каких-то тевешоу или еще где-то, а рекламе каких-то продуктов, они продают за эти деньги свой образ и свое, скажем так, ну, лицо, короче говоря, да, свою репутацию. Она репутацию свою обговнякала просто в один момент. А что вообще, почему я хотела эту тему затронуть, да, и обзвучить на канале? Про домашнее насилие. Здесь все так двояко в этой ситуации. Есть плюсы даже, есть, конечно же, минусы. Первое, по поводу вот такого человеческого. Человек показал свое истинное лицо. Каждый может ошибаться, быть неправ и заблуждаться. И менять свою позицию в жизни — это нормально. И когда люди меняют, они говорят о том, что если они меняют свое мнение со временем, они взрослеют и развиваются. Это признак развития, это позитивно. Можно быть, там, не знаю, каким-то плохим человеком, что плохое делать, но потом, если ты исправился, ты переосмысл, ты действительно понял, тебе это, скажем так, лично от меня засчитывается. Ты молодец, ты провел работу над собой. Да, оступилась, сказала, и она потом пыталась извиниться, но это было не очень искренне, и поэтому люди все равно продолжали хейтить. То есть я считаю, что материально потеряв, контракты разорвались. Это достойное, ну, с какой-то степени наказание за ее публично нехорошее поведение, ее высказывания неправильные, обиды, которые обидели жертв насилия. Но хейт, который общественности и людей у нее в комментариях, признаки там бойкотировать, убить ее, ее семью, прям расправы всякое, всего прочего, это тоже ничем не лучше того, что она произнесла в своей речи, в своем вот этом видеоинтервью. То есть у нас люди, понимаете, до абсурда это довели. Почему? Потому что у нас сейчас в обществе, не только в России, а вообще в принципе во всем мире, накал негатива, потому что мы с вами в такой ситуации, нет денег, экономический кризис, мы сидим практически в тюрьме все, это определенные психологические проблемы у людей накладываются, вспышки гнева, я раздевать некуда, все накопилось, и она стала просто этим клапаном, который, блин, открылся, и куда все, простите, говно потекло. Все, вся эта ненависть, и которая гнобежкой происходит, это не лично к ней, а вообще в принципе у везде очень много негатива сейчас накопилось, она это сделала, скажем так, не в лучшее время и охватывает по полной программе. Ее слова, да, ужасны, но хейт, который на нее опрушается, ничем не менее ужасен, чем то, что она сказала. Если я хочу обратиться в человека, который хейтит и считает, что она не права, вы имеете на это право, но публично призывать, оскорблять, чтобы ты сдохла, писать в комментариях, это вы ничем просто не лучше, чем она, и вы ничем не лучше, чем те домашние насильники, которые бьют, издеваются над своими женщинами, женами и детьми. Почему эта тема остро так прыж, знаете, взорвалась гнойной? Потому что, к сожалению, может быть, к счастью, наше общество развивается, я про русскоговорящие сейчас говорю, мы приближаемся, к нам приходит феминизм, борьба за права женщин, в принципе, за права мужчин тоже, кстати, я считаю, в семье у нас есть женщины, которые бежают тоже, мужчин, домашнее насилие, введен ужасный закон в России про домашнее насилие, что пока тебя не убьют, не приходи в полицию. Это огромная проблема, пережиток нашего постсоветского. Почему? Потому что нас всех, простите, 80%, чуть ли не 90% по статистике, в Советском Союзе детей били. И жен, и детей, все это все терпели, все это считалось нормальным. И люди, которые устали от этого, новое сейчас поколение, 30 лет от этого отходит, мы перерождаемся после 90-х, и нам стало доходить, и примеры появляться с Запада, и всего прочего, и психологи появились, чего раньше у нас не было, нам стали говорить, что бить это ненормально. Это травма с детства, если тебя бьют, или ты видишь, как бьют твою мать, или твоего отца, и ты это в себя впитываешь, искоренить ты это не можешь. Ты тебе всю жизнь с этой травмой жить, это работа с психологом, это очень глубинные фрагменты человеческой души затронуты. Это очень тяжело. Это очень большая травма, кто бы что-то мне говорил, это очень серьезно, вот что хочу сказать. И, к сожалению, мы еще с вами, как после Советского Союза, многие наши родители вообще об этом могут не знать, не слушать, но даже мы сейчас с вами, у нас есть уже дети, новое поколение, многие из моих сверстников, они даже не в курсе, что можно воспитывать ребенка, не применяя физическое насилие. И это печально. Сколько историй на моем канале о женщин, которые бегут от садистов. Вот у меня недавно видео вышло о том, что возвращаются к садистам, которые бьют и издеваются. Потому что, ну, это определенная зависимость со зависимым отношением, но сама причина, собственно, потому что человек не умеет жить по-другому. У него вот эта психотравма с детства, потом они ищут таких себе мужей и продолжают эту схему, блин, своей мамы, бабушки, тети и так далее, из членов семьи свои. Вот эти примеры, либо их в детстве били, либо они это видели, это носили и все. Это все оттуда растут ноги. Понимаете? Вообще, в принципе, в общем, вся эта ситуация, реакция общества на домашнее насилие, вообще обсуждение этой темы, поднятие, это положительно. Это дает почву, зернышки людям порассуждать, подумать тем, кто об этом раньше не задумывался, что он делает. Им, возможно, остановиться, как воспитывать своих детей. Слава Богу, мое поколение сейчас читает книжки, уже более-менее мои подружки, ну, я имею в виду по психологии, о детей, как воспитывать, как с ними разговаривать, что бить это нехорошо. Я, как психолог, скажу, поднимать руку, особенно на ребенка, нельзя это вообще никак не оправдывать, даже шлепок по попе. Потому что это, в первую очередь, моральное унижение боли слабой личности. Ребенок, потому что априори, вам ответить не может. Почему я акцент делаю на детях? Потому что все это с детства, мы это научаем с детства своих детей. Вы вправе изменить эту схему и своих детей так не воспитывать. Вот я к чему. Мне нужен повод, чтобы побить. Она может быть жертвой идеальной дома, но он найдет повод. Погода сегодня не такая, солнце не так светит, вот тебе повод, тебе по счетчину дать. Понимаете, для садиста, для домашнего насилия повод не нужен. Можно быть идеальной. Он повод всегда найдет, потому что ему нужно. Это причинение физического, морального вида, вреда вот этого абьюза. Но публичные личности, такие как она, собирающие миллионную аудиторию, должны следить за своими словами. В принципе, в обществе, это говорит, вот эта вот ситуация сложившаяся, говорит о том, что мы в обществе научились реагировать на это, у нас какие-то уже звоночки, мы понимаем, что это ненормально. Но мы сейчас с вами в силах и вправе, какой бы у вас возраст ни был, меня вот смотрят женщины старше меня возраста, которые уже своих детей вырастили. У вас растут внуки, вы можете на них извинить это, не бить их по попе, не обижать их, не принимать, применять вот это насилие. Масть насилия еще не физическое только, но и моральное может быть. Я всегда говорю, что ребенок это такой же член семьи, как и вы. Он имеет право своего голоса, своих желаний. И вы не вправе пользоваться тем, что он физически младше, не может вам ответить, причинять, унижать его морально, растаптывать и бить. Нет. По поводу вот этой всей ситуации, я хочу сказать, что я надеюсь, что в нашем обществе, я имею в виду русскоговорящим, изменится вообще в России закон о домашнем насилии, потому что дальше так нельзя. Мы должны это прекратить. Слава Богу, мы развиваемся и читаем книжки, как минимум, смотрим всякие умные передачи и увлекаемся психологией, всем прочим, и воспитанием детей. Мы должны понять, что так жить ненормально, о чём я и каждое видео кричу, просто это показательный момент для вас. Домашнее насилие неприемлемо, его не должно быть. Нельзя подставлять свою щёку по второй раз, когда её бьют. Нельзя возвращаться к этому, к таким людям. Если вы чувствуете в себе эту тягу вернуться, идите к психологу, пожалуйста, к специалисту, который вам поможет с этим бороться. Не подставляйте себя и своих детей, не живите ради чего-то с насильниками, с алкоголиками и всё прочее. Не надо сохранять для этого семью. Вы страдаете. Обслуживайте свои страхи и потребности в насилии другого человека. Это идти на своей вот этой похоти, на своих желаниях к этому, к этому негативу, к этим страданиям. Будьте сильнее, обратитесь к специалисту, переживите это, научитесь жить по-другому и сделайте для себя и своего поколения, будущего детей своих, счастливое будущее. Вы вправе, вы вправе быть счастливым человеком. К чему я вас призываю. Жду ваши комментарии под этим видео и хочу всё-таки напомнить, что да, девушка была неправа, неграмотно высказывала свою позицию и очень нехороших вещей наговорила, многонабёжка и издевательство, продолжающие общество, этот негатив, ничем не лучше, чем то, что она сказала. Это то же самое насилие над личностью получается. И мы всё равно вот в этом круге насилия остаёмся. Давайте будем улучшать и начинать себя и одёргивать себя, если за собой что-то замечаете, вот этот негатив или насилие по отношению к членам семьи, к другим людям, даже к тем же публичным каким-то инстаграмм-зайвоздам и всем прочим. Жду ваши комментарии по этому поводу. Спасибо за внимание.